Смотрите, он так же ломается, но очень замедленно. Китайцы задолбали отправлять посылки. Товаров становится все больше и больше. Поэтому я решил отдавать товары своим подписчикам. Но подписчики разбирали их неохотно. Теперь я даю товар и в придачу еще 500 рублей. Ребят, заходите на канал Фортит Ти Ви. Там вас ждут приятные подарки, а также хорошая подача информации о китайских товарах. Все коротко, быстро, понятно. Ссылка на канал в описании. Ребята, всем привет. Вы снова на канале Алекс Бойко. И мы продолжаем проводить опыты над кинетическим песком. И сегодня я хочу ответить на вопросы. Что будет, если заморозить кинетический песок? И что будет, если нагреть его в духовке до 250 градусов? Итак, начнем. Давайте возьмем пластиковый стаканчик. Наполним его песком. Но я выбрал зеленый цвет. И поставим его в холодильник, в морозильник точнее. При температуре минус 18 градусов. Итак, ребята, прошли сутки. И вот он наш стаканчик, который я только что извлек из морозилки. Смотрите, он запотел такой вот. Ну, давайте посмотрим. Он стал твердый. Давайте попробуем его извлечем. Из стаканчика. Вот такой вот он у нас получился. Смотрите, видны даже рифления от стакана. И что же с ним произошло? Интересно, не потерял ли он свои свойства? Он реально стал твердый. Можно стучать молотком. Даже сильнее. Смотрите, он тупо задубел. А ну-ка. Смотрите, он так же ломается, но очень замедленно. Мне кажется, он все-таки не потерял свои свойства. Но он такой залипший. Как будто отмороженный. Я понял. Он отмороженный, ребята. Смотрите, как он медленно, как будто в замедленной съемке разваливается. Но все же разваливается. Ломается. Но все же, мне кажется, он не потерял свои свойства. Смотрите, как медленно. Он просто отморожен, ребята. Мне кажется, он отойдет и все будет с ним нормально. В нем совершенно нет воды. Там какое-то другое вещество, которое придает ему влажность постоянную. Очевидно, силикон. И поэтому он не замерз окончательно. Он не стал таким дубовым. Смотрите, он просто стал таким плотным. Но вот он. Вот он немножко оттаивает. Вот он немножко оттаивает. И уже, смотрите, возвращает свои свойства. Так что ничего страшного при заморозке с ним не произошло. О, смотрите, он уже все. Хотя он очень холодный. Я держу его в руках, реально холодный, морозит руки. Но он уже вернул свои свойства. Так что ничего страшного при заморозке с ним не произошло. Ну что ж, давайте продолжим эксперимент. Возьмем тарелочку. Поставим сюда немножко песка. Ну вот столько. Открываем духовочку. Поджигаем. Устанавливаем на максимум. Берем наш песочек. И ставим в духовочку на полчаса. Ну а пока наш песок печется в духовке, я решил все-таки смешать остатки зеленого и такого естественного цвета песка. Смешать их в один песок. Что он уже так будет добру пропадать? Часть смешанного, часть несмешанного. Давайте уже все перемешаем и получим целую гору салатового такого прикольного песка. Смотрите, светло-салатовый такой. Получился бледный песочек. Давайте сделаем такой большой, большой кулич. Кирпич. Это, ребята, получился кирпич. Кирпич, который хорошо режется. Нет, это халва. Это халва, ребята. Похоже на халву. Кто хочет кусочек, подходите, отрезаю. Ну все. Теперь у меня нет ни изумрудного, ни естественного песка. Но ничего. Я планирую заказать какой-то очень интересный цвет. Вскоре сделать обзор на какой-то черный, я не знаю, или серебряный, или еще какой-то такой необычный цвет. И обязательно будет видео на эту тему. Ну что, ребята, прошло полчаса. Я слышу какие-то странные потрескивания из духовки. Думаю, что достаточно. Давайте вынимать. Поставим досточку, чтобы не обжечь стол. И я пошел за песком. Опа. Какой странный запах. Непонятный. Реально горячий. Песок нагрелся, но не так сильно. Тарелка вообще очень горячая. Невозможно к ней дотронуться. По-моему, он не потерял свои свойства. Он как-то странно воняет. Очевидно, это вещество, которое добавляет ему эту тягучесть и сыпучесть, оно, наверное, начало подгорать. Потому что какой-то непонятный химический запах. То ли резины, то ли не резины. Ну, не знаю. Но смотрите, он не потерял свои свойства. И мне кажется, что когда он остынет, он останется таким, как и был. Этот песок, он не боится ни заморозки до минус 18, ни нагрева до 240. Температура на него не действует. А в этом видео, ребята, мы снова с вами разыграем цветной неокуб с сайта Gearbest. Все условия в описании. Победителя найдем через неделю. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.